Всем привет! В эфире «Спортивная среда». Начнем с хорошей новости. Кенишемские баскетболистки достойно представили регион в суперфинале чемпионата школьной баскетбольной лиги КС Баскет, который завершился в Тольятти. Команда девушек из кенишемской школы номер 18 в финале лиги КС Баскет завоевала серебро. В решающей игре кенишемки встретились с красноярской командой Легион 100. Феникс с первых минут матча точными передачами разбивал защиту команды из Красноярска. Но лицеистки смогли догнать соперниц и выйти вперед. Итог встречи 73-69. Напомним, что в общей сложности в чемпионате КС Баскет приняли участие почти 18 тысяч команд со всей страны. Трем игрокам из состава «Феникса» уже поступило предложение пополнить ряды Ивановского профессионального баскетбольного клуба «Динамо Энергия». Будасан. Хорошо знакомое ивановцам направление боевых искусств теперь официально принято мировым сообществом Федерации Фудакан. В Польше состоялся конгресс, на который приехали представители национальных федераций карате из 20 стран. Ивановскую область представлял президент Федерации смешанного боевого единоборства Рудольф Григорян. Он презентовал новую дисциплину Будасан. Что особенно приятно, Будасан придумали и уже около 10 лет развивает на Ивановской земле. Это направление объединяет карате и ММА. Новую дисциплину презентуют на чемпионате мира по Фудакан карате, который состоится в ноябре в Германии. На ближайшем чемпионате мира очень хотелось бы, чтобы первая золотая медаль досталась именно нашим спортсменам. Хотя уже некоторые страны заявили, что готовы родоначальников победить. Ивановцы впервые примут участие в чемпионате мира по кио-кушинка и карате в Японии. Символично, что город-невест представят Полина Кузнецова и Анна Аксель. Мы встретились со спортсменками и узнали, как они готовятся. Чемпионат стартует в Токио уже 20 апреля. По предварительным данным, на турнир собираются приехать 1700 спортсменов со всего мира. Легкими такие соревнования не назовешь. Ивановцы ставят для себя задачу попасть в восьмерку сильнейших и тренируются ежедневно. Анна является кандидатом в мастера спорта на сегодняшний день. Одна из первых воспитанниц этого вида спорта в Ивановской области, которая получила данное звание. Соответственно, Полина Кузнецова на сегодняшний день является пока еще единственной, не абсолютной, а единственной двукратной призеркой Европы по кио-кушинка и карате. Чемпионский мастер-класс. В областном центре прошла открытая тренировка по тайскому боксу для детей и подростков. Участие в ней смогли принять все желающие, вне зависимости от возраста и физической подготовки. Открытую тренировку провел Камиль Асхабаров. Чемпион России пока один. Многократный призер всероссийских турниров по тайскому боксу. Кандидат в мастера спорта. Первое правило чемпиона – перед тренировкой мышцы и связки необходимо тщательно разогреть. Так меньше вероятность получить травму только после разминки можно переходить непосредственно к муай-тай. Мы познакомим всех, кто пришел сегодня с самым тайским боксом, ударами локтями, клинчем. То есть того, что нет, например, в других единоборствах. И специфика этого вида спорта – то, что поединки проходят под тайскую национальную музыку. Тайский бокс – так-то очень красивый вид спорта. Очень сильно развит он в России. Он развит очень сильно в мире. Ну и напоследок РТВ Иванова возобновляет трансляции домашних матчей футбольного клуба «Текстильщик». Первую игру вы сможете увидеть уже в ближайшую пятницу на нашем телеканале. Красно-черные на своем поле встретятся с Владимирским «Торпедо». Начало трансляции в 18.30. Следите за анонсами прямых эфиров и ничего не пропустите. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»